Знаете, чем отличается ваш мозг от мозга серийного убийцы? Ничем. Существует исследование, в ходе которого сравнивались мозги серийных убийц и мозги обычных людей. Ученым хотелось знать, где-то аномалия, которая превращает человека в монстра. Так вот, ее нет. Вы, физиологически, конечно, ничем не отличаетесь от какого-нибудь Теда Банди. Но зато на уровне психиатрии отличия есть. Большинство жестокостей совершается так называемыми социопатами, то есть людьми, не способными к эмпатии. Для такого человека окружающее это не больше, чем для вас NPC в видеоигре. Но далеко не всегда социопаты это жуткие убийцы, которые ломятся к вам в дом посреди ночи. В большинстве случаев это бизнесмены, политики, менеджеры. К чему я это? Сегодня я не буду рассказывать вам про маньяков, зато расскажу о злодеяниях, которые случились по прихоти красивых людей в дорогих костюмах, да еще и в сказочном мире кино. Это видео о фильме «Волшебник страны Оз». Фильме с, наверное, самой мрачной историей. И обязательно досмотрите до конца. Там будет самая жесть. Нашему зрителю этот фильм особо неизвестен. Да что там, большинство из вас никогда даже не видели книжки, по которой он снят. Все дело в том, что в СССР эта книга не издавалась в простом переводе. Вместо этого переводчик Александр Волков на ее основе написал «Волшебник изумрудного города». И вот про эту книжку вы, скорее всего, слышали. Но в США и книга, и фильм имеют статус культовых. Вдумайтесь, вышедший в 1939 году фильм был цветным, в нем была куча спецэффектов, невероятный грим, не говоря уже об атмосфере волшебной сказки. Этот фильм стал самым просматриваемым фильмом в истории, но цена за это была уплачена по-настоящему страшная. Съемки велись пять месяцев. И в течение этих пяти месяцев звезды фильма были в одних из самых ужасных условиях в истории американской киноиндустрии. Ни один из тех, кто отправился в страну ОСС, не вернулся из нее целым и невредимым. Но давайте немного контекста. 1930-е годы были периодом серьезных потрясений и лишений для американского общества. Великая депрессия разрушила почти все отрасли экономики. В то время как большинство американских отраслей промышленности испытывали трудности, киноиндустрия процветала. Пытаясь убежать от ужаса повседневной жизни, большинство американцев искали убежище в кино. В наши дни примерно каждый десятый американец ходит в кино раз в неделю. Однако в 30-е годы половина американцев еженедельно посещала кинотеатр. Голливуд переживал свой золотой век. В это время восемь ведущих студий контролировали 95% американского кино, но ни одна студия не была более известна, чем «Метро Голдвин Майер». Именно эта студия дарила зрителям самых больших звезд и самое грандиозное зрелище. На протяжении 30-х годов на фильмы «Метро Голдвин Майер» приходилось почти треть номинантов на звание лучшего фильма и почти три четверти общей прибыли, полученной всеми восемью крупнейшими студиями. Лидерство этой студии в Голливуде во многом было обусловлено сильным руководством ее генерального директора Луиса Майера, который в 1937 году был самым высокооплачиваемым человеком в Америке. Но в 1937 студия Дисней сделала то, что не было доступно «Метро Голдвин Майер». Они выпустили новаторский и невероятно успешный первый анимационный полнометражный фильм «Белоснежка и семь гномов». Ничего подобного американский зритель раньше не видел. И естественно, «Метро Голдвин Майер» должны были дать ответ. В 1938 студия выкупила права на популярный детский роман «Удивительный волшебник страны Оз» и начала творить историю. Историю, которую некоторые члены актерского состава и съемочной группы хотели бы забыть. В отличие от «Белоснежки», «Волшебник страны Оз» не был мультипликацией, а значит, показать сказку на экране было гораздо сложнее. И тут началось то, ради чего вы и смотрите это видео. В одной из самых знаковых сцен во всем кинематографе Дороти, главная героиня, просыпается в стороне Оз и фильм переходит от сепии к цвету. При создании фильма использовался метод раскраски под названием техниколор. И если не вдаваться в технические детали, при съемках требовалось невероятное количество освещения. Из-за этого температура на съемках часто превышала 37 градусов Цельсия. Жара была жуткой, и актеров часто приходилось уносить со сцены после обмороков. Освещение декораций было настолько ярким и мощным, что некоторые актеры даже утверждали, что оно навсегда повредило их зрение. И если вы думаете, что актеры приходили на площадку на пару часов, а потом бежали отдыхать в дорогой отель, то вы ошибаетесь. Шесть дней в неделю они приходили в студию в четыре часа утра и уходили только в семь часов вечера. Большая часть дня каждого актера была посвящена тщательной подготовке и снятию костюмов. Страшила, железный дровосек и трусливый лев, узнаваемая тройца, и каждый из этих образов требовал долгой и тщательной подготовки. Каждое утро исполнителю роли Страшилы Рэю Балджеру приходилось тратить час на то, чтобы тщательно приклеить к лицу маску из латекса и пластика, а каждый вечер тратить час на то, чтобы ее снять. Маска полностью закрывала поры его лица, то есть он физически не мог потеть, когда носил ее. Можно только представить, что он чувствовал, находясь в этой маске по 15 часов в день в течение 22 недель. К моменту завершения съемок из-за постоянного ношения маски у Балджера остались повреждения вокруг рта и на подбородке. Но учитывая то, что произошло с другими актерами, он, пожалуй, легко отделался. Бадди Эпсон играл в железного дровосека около 9 дней. Почему так мало? Потому что после этого он попал в больницу. Серебряная краска на лице актера была сделана из алюминиевой пудры, которая при дыхании попадала в легкие и со временем едва не привела к удушью. Когда Эпсон находился прикованный к постели под кислородной палаткой в больнице, боссы студии делали все, чтобы помочь актеру. Нет, вы серьезно в это поверили? Я что, зря вам рассказывал про количество социопатов среди менеджеров, продюсер Мервин Лерой неоднократно звонил в больницу, гневно настаивая на том, чтобы Эпсон немедленно вернулся на съемочную площадку. После двухнедельного перерыва студия заменила Эпсона на Джека Хейли, так что от роли Эпсон не получил ничего, кроме страданий и хронического бронхита. Джеку Хейли удалось избежать подобных проблем, но Гримм все равно вызвал у него тяжелую глазную инфекцию, в результате которой он на несколько дней выбыл из съемочного процесса. Костюм дровосека был настолько жестким, что Хейли не мог ни сесть, ни лечь во время съемок. Чтобы отдохнуть между дублями, он был вынужден опираться на специальное приспособление, но все эти сложности не шли ни в какое сравнение с тем, что испытывал актер, который был в костюме трусливого льва. Роль трусливого льва исполнил актер Берт Ларр. Его костюм был настоящей львиной шкурой, плюс дополнительные материалы, и в итоге костюм весил 45 килограмм, и это на жаре 37 градусов. При этом актер не мог даже поесть, потому что маска не позволяла ему открыть рот, и для того, чтобы не упасть в обморок от переутомления, он питался жидкой пищей через трубочку. Кроме этого, Берт был ипохондриком, поэтому можно только догадываться, что он переживал в психологическом плане. Но безусловно, если говорить о костюмах, хуже всего пришлось Маргарет Гамильтон, которая исполнила роль злой ведьмы. Как вы видите, по фильму ее кожа была зеленой, и в 1938 единственным известным методом сделать кого-то зеленым была медная краска. Медь, конечно же, токсична, и при попадании в организм человека причиняет ему вред. И в те времена это было уже известно, но студия не предприняла никаких мер предосторожности, и гримеры наносили медную краску прямо на лицо и руки Гамильтон. К концу съемок кожа Гамильтон стала зеленой уже без всякого грима, и этот эффект сохранялся в течение нескольких месяцев после окончания съемок. Как говорится, грим у нас токсичный, но и спецэффекты опасные. В одном из эпизодов злая ведьма должна была исчезнуть в облаке дыма и пламени. Первый дубль прошел безупречно, но режиссер Виктор Флеминг хотел сделать несколько дополнительных дублей для подстраховки, на всякий случай. На четвертой попытке пиротехника сработала слишком рано, и в результате чего Гамильтон оказалась охвачена пламенем. Она получила ожоги второй степени на всей правой стороне лица. Кожа на ее правой руке была полностью сожжена, но прежде чем Гамильтон смогла получить медицинскую помощь, ей пришлось медленно и мучительно удалять медный грим со свежеобожженной кожи с помощью спирта. Следующие шесть недель Маргарет провела в больнице, прежде чем смогла вернуться на съемочную площадку. И в первый же день после ее возвращения она была приглашена на сцену, в которой ведьма дымом пишет в небе слова. Еще один трюк с использованием пиротехники. Гамильтон категорически отказалась снова приближаться к огню, и пригрозила уйти со съемок. А поскольку работа над проектом к тому времени близилась к завершению, ее не могли просто выкинуть со съемок, как того актера, который играл железного дровосека. Поэтому в сцене снялась дублер Гамильтон, Бетти Данка. И во время съемок этой сцены дымовая труба под метлой взорвалась. Данка упала с высоты, пролежала в больнице 11 дней с внутренними повреждениями от взрыва, а рана глубиной 5 сантиметров на ее ноге не зажила до конца ее жизни. Заплатили ей за это 800 долларов. Но почему труба взорвалась? Дело в том, что она была покрыта асбестом. Для тех, кто не знает, асбест это токсичный материал, который вызывает рак, и его запрещено использовать там, где есть люди. Но это правило не действовало на съемках волшебника страны Оз. Например, асбест использовался в костюме страшилы. А видите этот снег? Да, это тоже асбест. Что касается Маргарет Гамильтон, у нее развилась болезнь Альцгеймера, которую связывают с отравлением медью. В общей сложности 6 актеров волшебника из страны Оз получили серьезные физические травмы. Ну что же, физические травмы мы обсудили, теперь поговорим о психических. Актриса Джуди Гарланд исполнила роль Дороти. Для тех, кто читал волшебник изумрудного города, это Элли. Студия требовала от нее худобы. Ее посадили на максимально скудную диету. Настолько скудную, что актрисе не хватало сил, чтобы выдержать съемки. Осознав свою ошибку, боссы студии начали хорошо кормить актрису. И опять я вас подловил, ну что ж в самом деле, они посадили ее на амфетамины. Актриса рассказывала, что из-за этого она спала раз в три дня по 4 часа. И несмотря на это, ей удалось прекрасно исполнить свою роль, но вот ей уже никогда не удалось избавиться от развившейся зависимости. 22 июня 1969 года Джуди Гарланд была найдена мертвой на полу своей ванной комнаты. Она погибла от передозировки и было ей всего 47 лет. Но теперь я расскажу вам кое-что действительно зловещее. И вам придется самим решать и делать выводы, правда это или нет. Итак, в фильме волшебник страны Оз есть персонажей, которых называют манчкины, как порода коротконогих кошек. Персонажи эти, как и кошки, низенькие и роли их исполняли карлики. В одной из сцен главные герои танцуют и поют на фоне леса. И если приглядеться, то можно заметить, что на ветке одного из деревьев висит нечто, напоминающее фигуру человека. Существует объяснение, согласно которому висящий человек это актер, игравший роль одного из манчкинов. Есть несколько объяснений тому, почему он повесился, но все это не больше, чем слухи. Студия заявила следующее. Сцену снимали в зоопарке и это птица. Скажите, это похоже на птицу? В любом случае, в переиздании фильма таинственная фигура пропала. Был ли это повесившийся актер или это просто артефакт, который возник из-за некачественной пленки, решайте сами. В любом случае, выглядит это максимально крипово. И если честно, я не знаю, как завершить это видео и что сказать вам напоследок. Наверное, не стоит соглашаться даже на очень хорошую работу, если на ней вас будут посыпать азбестом.